сейчас так за номером три вот эти деревья кроме тех двух больших посадил я вот позади поза поза прошлом году им исполнилось три года их сроду никто ни разу не полил растут по-разному на склоне склон идеальный там запад вот результаты разные ночью смотрю как растут вот эти вот абрикосы привитые и сеянцы вот они разные вот может даже не проверять тут геопатогенной зоны не пахнет и вот я смотрю смотрю прекрасно прекрасно а это что такое вот еще такая плюгавенькая ну-ка давай мы тебя померяем если только не помешает нам ветер похожу вокруг 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 ближе 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 так внимание ветерок правда но все-таки надо в движении тогда ветер практически не влияет я пытаюсь рамку держать горизонтально вода все уже ветра нет все геопатогенная зона тут еще раз говорю никакой халтуры рамки у меня в руках чувствует себя так как у некоторых руках совсем другая вещь поэтому теперь мы попали с вами вот на этот участок и частично еще себя он приходит то есть полностью еще не обработан часть деревьев полудохлых выпилена вот здесь была картошка и так смотрим ну получалось так там где садили раньше вовремя там вот такие всходы там где садили позже помните я говорил что опоздали вот часть косточек плопнула высунулись хвостики высосали из этих ведерок с этими с мокрым песком высосали все влагу результат вот ничего не скрываю ну что мне конечно тут хватит года на два на три как по двое и все-таки мне желание пройти с рамками даже там где все казалось бы в порядке пошли так что здесь кстати легкий ветерок но как видите мне удается удерживать в ровном положении и вот рамку я специально как-то даже насильно удерживаю если она повернется вот здесь кстати вот тогда получается что здесь гепатогенная зона но я сказал сам принцип так дальше пошли я пытаюсь специально легкий ветер удержать и если не удержу значит какая-то неведомая сила и поворачивает началось случайно не случайно но здесь грядка практически мертвая видите да грядка практически мертвая а вот тут тоже дохлые если вот там вот схожесть великолепная наверное где-то процента 8 90 топ давайте здесь еще вот тут она началась эта зона посудите закончится ветер кстати стих смотрим крутится сюда идем крутится сюда идем крутится крутится здорово крутится я и не помогаю вот все соответствую теперь попробуем пойти туда для всех их назовем контрольная грядка где вскоре хорошее кручение прекратилось смотрим прекратилось прекратилось вот прекратилось вот здесь началось почему как раз здесь очень много костик мертвых полумертвых вот и еще я скажу такую вещь еще потеряно дальше идет смерть косточек или адаптация сейчас я вам объясню еще раз рамки крутятся рамки крутятся все вот этот участок это геопатогенная зона полностью размеры не определяю я просто потом серёге скажу больше сюда ничего не садить здесь прекрасно вы чувствуете осмородина малина и прочее так теперь бросилось глаза вот это значит это не значит что они не зашли видите вот это значит что с ними работал машинное поголовье вот вот эти вот эти вот так работают мыши здесь с ними трудно а в том что вот здесь они живут это мы скосили на лето а так принципе мыши живут себе вот и говоря не знает а полностью все это перекапывать чтобы не было мышей это очень сложно очень вот так друзья получается что это их работа хотите еще покажу еще покажу всегда когда вот так это мыши это их работа ну и ладно уже на самый последний момент покажу вам машинные дела еще следующий сюжет друзья это уже из темы увеличения биополя для того чтобы вы стали кто белокатовщиками достаточно иметь поле размер своего собственного биополя где-то метр и два метра в диаметре вот таких у нас стране миллионы ну должно быть сотни миллионов ну слабла нация кстати когда-то мы пропадем из-за того чтобы разучились работать и разучились сохранять здоровье но это отдельная тема а пока смотрите значит увеличение биополя естественным путем когда-то помните немцы подходили к москве москва эвакуировалась вот спасения не было несколько дивизий сибиряков кстати с хакасии тоже с красавиатского края здоровые молодые парни отогнали немцы от москвы а потом не победили одна из причин была того откуда у них здоровье а сейчас мы видите человека который перенес 20 операций имеет все таки приличное биополе я считаю это работа в саду и вот он мне пообещал помочь я выбрал чистое место где нет гепатогенной зоны меряем какое поле какое сегодня у нас наверно был в общем этих пределах от метра до двух но контрольный замер поверни спиной дело в том что 20 операций это не значит что может быть с одно место хорошо с другого места может быть из полной беззащитность биополе тебя не защищает проверяем так отлично ровненько со всех сторон а теперь пошли сейчас мы будем повышать вот в основе лежит тибетский метод а вот кто видел эти крутящиеся барабаны в этих самых в монастырях тибетских кто видел чем они занимаются все их упражнения крутящиеся кто знает о людях со сверхспособности кто знает что они вращаются хорошо вращаются кто знает о вращающихся дервишах и прочим сейчас вот спасибо что осталось не взяла бензокоса вот этот самый кусочек так ухожу в тень и посмотрим это даже небольшое по времени и по усилиям упражнения поднимет лево биополе это фактически с помощью косы выполняет крутящиеся движения жалко лучше бы еще немножко но даже это должно поднять поле как минимум на метр по моей статистике ну что пожалуйста оставляй косу пошли на старое место а может держать и в руках как этот передовик производства вот она коса давно забытая я не призывающих тут же брать косу потом мы с вами несколько упражнений разучим это когда на следующем этапе мне будет помогать доброволец очень интересная женщина вот из нашей когорты уже известны денисенко наталья она же будет как 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 победитель за конкурсу красоты она будет нам участвовать как волонтер то есть она будет помогать повышать ваше биополе учить и так все настроился ну смотрим какое биополе сейчас насколько это все элементарно ну все дальше можно не ходить поворачивайся раз-два-три-четыре метра вот вот она работа косой никто этого не знает никто этого не ценит а пользу упражнений знают все но почти никто не занимается уже ясно по какой причине так все поворачивай вот она и Продолжение следует...